Особое мнение на 101FM Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду её я. А в гостях у нас Олег Кассин, управляющий партнёр международной юридической компании «Кассины партнёры». Олег, добрый день! Добрый день! Олег, вы 16 числа прилетели в Киров. А, живёте вы сейчас на два города, как мы помним, да? Это Киров и Санкт-Петербург. Так вот, в Санкт-Петербурге 14 числа начался международный экономический форум. Причём вот я прям туда зашла и почитала, что в этом году фокус сделан на малый и средний бизнес. Предоставлена, видимо, была большая площадка, да, какие-то мероприятия проводились именно в этом направлении. Вот вы участие принимали в этом форуме? Нет, в этом году я участие в форуме не принимал, но и большого значения по участию в этом форуме я вообще по большому счёту не вижу. Вот обратно я возвращался с замечательным нашим предпринимателем Сергеем Воронцовым. Это руководитель агентства, и он выступал как раз на этом форуме на одной из панельных сессий и рассказывал, как лучше рекламироваться, продвигаться на маркетплейсах. И вот мы с ним имели небольшую, но очень интересную беседу, и поэтому хочу сказать, что талантливые предприниматели, да и вообще люди в Кировской области всё-таки есть, раз уж нас приглашают туда в качестве экспертов. Ну вот место нашей Кировской области в инвестиционном рейтинге регионов, а там очень много показателей, по-моему 67 показателей, в том числе поддержка малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, поддержка частных инвесторов. К сожалению, мы находимся ближе к концу. А я могу напомнить, я участвовал когда-то, по-моему это был 2015 что ли год, как раз таки вот в этом форуме, на котором рассказывали, какое место, какой из регионов занимает. И мы были в десятке лучших регионах. А вот по показателю оценка регулирующего воздействия, то есть когда малый и средний бизнес, да и вообще любой бизнес, даёт оценку предварительно. До того, как поступает законопроект или нормативно-правовой акт в законодательное собрание, малый бизнес даёт обратную связь. Подходит, не подходит, ну и вообще субъективное мнение высказывает. Так вот, мы были признаны, наша практика в Кировской области была признана лучшей по России. И с нас, от Калининграда до Владивостока, все брали пример. Как лучше сделать вот эту оценку регулирующего воздействия. Слушайте, меньше 10 лет прошло, что случилось? Вопрос хороший. Хотя сегодня я слушала заседание, еженедельная планёрка в соседнем здании. Губернатор говорил, что в этом году уже немного иначе смотрят на Кировскую область. В том году было всё совсем плохо. Ну, то есть вообще ни за кого не принимали. Не кажется ли вам, что это связано с тем, что у нас новый губернатор? И новый губернатор как бы оценивает себя со стороны и говорит, что вот уже лучше. То есть вот после того, как губернатор новый стал работать в регионе, то к нам уже лучше относится. Ну, как минимум, лицо более знакомое. Я бы стал спрашивать у других экспертов позицию, скажем так, со стороны. Как к нам стали относиться? Вопрос, который я уже задала, да, то есть меньше 10 лет прошло и вот такое падение. Что случилось? Я не знаю, может быть, разучились работать. Может быть, никогда не умели и только вот в данном конкретном случае, да, мы, вот нам так повезло. Всё может быть. Я ведь тоже не объективен. В тот период я как раз возглавлял экспертную группу по внедрению вот этого инвестиционного, значит, стандарта. И мы вот этим всем занимались, поэтому я так хорошо и подробно знаю данную тему. Ну, а вернёмся вот к тому, почему вы-то считаете не очень нужно для себя там участвовать. То есть, ну, просто бизнес из Кировской области никого не интересует. А зачем? Если бы я там имел хотя бы маленький, небольшой шанс заключить, например, соглашение с Газпромом, либо ещё с какими-то крупными, огромными компаниями, ну, я бы, наверное, этот шанс использовал. Да не наверное, а точно бы использовал. Но, к сожалению, это такая площадка, на секундочку, она вообще-то и международная раньше была. Сейчас, насколько я знаю, международное присутствие ограничивается Алжиром и иными арабскими странами. Но, к сожалению, это площадка для того, чтобы собраться и поддержать традицию. Традицию проведения Петербургского экономического форума. Ну, у меня вот какой вопрос возник, да, я сейчас его озвучу. Очень много было новостей о том, что наш регион заключил различные соглашения о сотрудничестве, да, ну, там хорошая сумма, ну, как кажется, да, 58 миллиардов рублей сегодня, её озвучили тоже на планёрке, это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Ну, и вот те самые контракты. Ну, на самом деле, о большинстве из них мы уже слышали, мы уже знаем, да, ну, вот те же там 31 миллиард с Газпромом, да, ещё какие-то, ну, вот были какие-то и новости, да, которые мы чуть позднее обсудим. Ну, вот, и получается, что складывается впечатление, что это просто картинка. Это то место, где просто подписали бумаги. Всё верно. Это то место, где просто подписывают бумаги. То есть некое парадное мероприятие, которое заранее, вы не думаете же, что обсуждался контракт там на 31 миллиард, прямо в стенах. Так и все, я думаю, что все. Все точно так же и поступали. Это такая современная выставка народного хозяйства, достижений народного хозяйства. И ничего в этом плохого на самом деле-то и нет. Пускай так будет. Потому что в любом случае, давайте не будем заблуждаться, главный поставщик денег и работы прямо уже явно становится государство. То есть бюджет. Деньги только оттуда. Никакой там малый и средний бизнес не присутствует. Есть госкорпорации, которые там со своего плеча барского что-то могут распределить, какие-то контракты. Ну и на безрыбье и рак рыба. Хотя бы так. Посмотрим, что будет дальше. Потому что дальше я боюсь, что как бы и это международное мероприятие не превратилось, скажем так, в прошедшую какую-то, не кануло в лету и не переставало существовать вообще. Времена-то тяжелые наступают. Весьма и весьма бизнес не настроен оптимистично. Пессимистично. Я бы сказал, что даже пессимистично. Уверенности в завтрашнем дне и в стабильных правилах игры, к сожалению, его нет. А его ведь никогда не было. А сейчас это прямо стало видно очень хорошо. Если раньше мы пытались как-то надеяться и надевать розовые очки, чтобы посмотреть вокруг, то сейчас, к сожалению, вот это уже, я думаю, что даже стало и опасно. А вы о чем конкретно говорите? Я сейчас говорю о платежеспособном спросе населения, который стремительно сокращается. Он и раньше-то не рос, а теперь прямо видно. Я говорю сейчас о рекордном дефиците в триллион рублей уже сейчас в бюджете Российской Федерации, который должен был сложиться к концу года, возможно. А он уже вообще-то сейчас за полгода уже нас догнал. Поэтому, к моему большому сожалению, нужно говорить о выживании бизнеса. Ну и каждого конкретного гражданина. Призывать, конечно, распахивать целину и сажать картошку я не буду. Не специалист, но, тем не менее, нужно трезво оценивать ситуацию, которая складывается сейчас у нас в стране. Ну вот сегодня опять же писала новость о том, что 12,5%, то есть это больше, чем каждый десятый даже, да? Каждый девятый, там, каждый девятый с половиной житель региона находится за чертой бедности. Ну, я не знаю, там, в разрезе регионов, может быть, все не так плохо, да, потому что есть где-то регионы, где 30% населения. В среднем по России, по-моему, 8. Вот. Ну и вообще по доходам мы на 64-м месте, а это 20-е с конца. Да и уровень закредитованности населения Кировской области тоже крайне высок. Мы, к сожалению, не можем с вами объективно оценить, насколько эти цифры, скажем так, соответствуют действительности. Да, за эфиром с вами разговаривают. Да, потому что мы не знаем методику, и многие, скажем так, статистические данные сейчас засекречены, их невозможно получить. Знаем мы только то, что с каждым годом эта цифра становится лучше. Все лучше и лучше становится жить. Все лучше и лучше. Конечно. Но, к сожалению, на практике мы этого не видим. Мы видим только циферки. А вот ощущение того же бизнеса или ощущение людей, которые проживают в Кировской области, к сожалению, говорят нам об обратном. Бизнес чувствует, да, отток клиентов. И платежеспособный спрос сокращается, да, и кроме всего прочего, ведь бизнес еще смотрит на кадровую составляющую. То есть, если мы работаем здесь, в регионе, то кадров, вот не могу ни одного бизнеса так сходу вспомнить, который бы сказал, ну вот что, у нас с кадрами все хорошо. Нет. К сожалению, все, любой бизнес, вам объективно, если честно скажут, то, скорее всего, они будут жаловаться на отсутствие кадров. А главная причина этого? И даже кадрового потенциала. А главная причина? Миграция в более успешные регионы. Это, опять же, к вопросу об уровне и бедности в регионе. Мало кто уезжает, там, я не знаю, в Ингушетию, в Чеченскую республику, где еще хуже с этим, чем у нас. Но многие уезжают в города-миллионники. Ну вот смотрите, раз уж мы об этом, да, получается, вот в тех городах, где, как вы говорите, ну и где действительно уровень жизни лучше, там тоже есть кадровый город, голод. Ну раз мы тут такие, нужны где-то, где получше. Ну кадровый голод есть всегда, и, возможно, это хорошо. Ну я как предприниматель тоже, конечно, мне бы хотелось, чтобы за рабочее место боролись люди. Это ведь хорошо, это оздоравливает экономику, потому что наиболее сильные, продвинутые, амбициозные люди занимают, скажем так, более комфортное положение в компании. А сейчас ситуация наоборот, которая характерна для стагнирующей экономики, нежели развивающейся. То есть мы боремся за кадры, ну хоть бы какой-то человек, ну хоть бы кто-то, да. А те люди, действительно, которые что-то могут, хотят, имеют такую возможность в силу своей экспертности, подготовки, образования, они, конечно, уезжают, ну скажем так, в регионы более благополучные, потому что у них есть там и возможность, и финансовая, конечно, подоплека тоже тут немалое значение играет. Вот, понимаете, тут это взаимозависимые процессы, где народ побогаче, там спрос более платежеспособный, там бизнес развивается, а, соответственно, и бизнес может платить более высокие зарплаты и, соответственно, привлекать более квалифицированные кадры. В Питере проблема с кадрами? В Питере на данный момент в нашей юридической там нише проблем с кадрами нет. А здесь есть? А здесь есть, потому что все молодые, амбициозные, они уезжают в города-миллионники, как минимум. И вот мы вынуждены, не то чтобы я жалуюсь, это хорошо, может быть, это хорошо, да, мы уже вынуждены работать, например, с теми людьми, которые в нашем замечательном вузе специализированном, в юридическом, учатся, и мы с ними работаем с третьего курса. Это абсолютно нормальная ситуация. Ну, сейчас есть целевые договоры ведь, да. Да, это абсолютно нормальная ситуация, потому что вот ваш покорный слуга, то есть я, я начал работать и впервые в суд пришел, когда учился на втором курсе. Ну, я на третьем, да. Поэтому это абсолютно хорошо и нормально. Жалко, что люди не остаются. Люди талантливые, молодые, амбициозные, у которых что-то получается, их в другой регион сразу же переманивает. Вот, к сожалению, так происходит. Просто, говоря об этом, обо всем, совершенно непонятно, ну, то есть есть это, 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 это правильная тенденция, эти разговоры о развитии сельского хозяйства. Ну, совершенно неправильно, непонятно, как это все можно осуществить. Как реализовать. Как реализовать. Ну, люди действительно едут все в большие, крупные, хорошие города. Ну, все же очень просто. На самом деле, опять же, вот, это хорошая задумка про инвестиционный рейтинг, инвестиционный климат, который вот 10 лет реализуется, как-то реализуется. Я думаю, что вот те лидеры регионы, которые дают из года в год хорошие показатели, а это там Москва, Республика Татарстан, тот же Санкт-Петербург. Они будут по всем направлениям развиваться. Конечно. Просто потому, что они этим занимаются, и занимаются плотно, и не для галочки, и не ради формализма. А пробивают, скажем так, те же федеральные льготы, участвуют в тех же федеральных программах, просто потому, что в силу своего изначального, уже более выгодного положения, с учетом этого же кадрового потенциала. И я вам напомню, ведь кадровый потенциал важен не только для бизнеса. Еще крайне важно для системы управления этим же регионом, чтобы кадровый потенциал и у управленцев, у тех же чиновников, и в хорошем смысле бюрократов, был тоже высокий. Поэтому если у нас, извините, не совсем компетентные люди руководят, скажем так, экономикой, я сейчас не конкретно, не хотел бы называть там фамилией, но о чем мы с вами говорим? Конечно, будет регион стагнировать, либо где-то болтаться там примерно в конце. Надо менять эту ситуацию. И когда мы ее поменяем, я вас уверяю, все будет, ну, как минимум не хуже, а уверен, что и лучше. Ну вот смотрите вы, только журналисты смотрят эти еженедельные планерки еженедельно. Вы смотрите? Нет, я не смотрю эти планерки. Ну вообще следите за тем, что происходит в регионе. Конечно, мне очень интересно. Вам видится вот этот путь в каком-то верном-то направлении? Нет. Мне абсолютно, вот, я никаких изменений в лучшую сторону не вижу. Вот уже за годы ведения там предпринимательской деятельности, и в том числе так, у нас регион на самом деле небольшой, и все более или менее активные люди уже так или иначе как-то соприкасаются с этим же экономическим блоком, с правительством Кировской области, с городом, с муниципалитетами, с управлением их. Ну потому что нам это все интересно. Мы близко находимся, на расстоянии вытянутой руки. Мы прекрасно видим, что риторика может меняться, но фактическое положение дел, к сожалению, не меняется никак. Уже не один десяток лет. Риторика сейчас прям очень понятна. Люди. Все должны говорить люди. Заметили вы? Обо всем спросим людей. Хорошо. Но ведь есть и вторая часть. Спросили, а потом что с этим делать? И хорошо спросили, молодцы. А дальше-то что? Как реализовывать вот это мнение и чаяние народное? И того же бизнеса? Как более квалифицированных экспертов? Боль моя — это опросы по дорогам, когда они их делают, а потом ремонтируют полтора километра. Кажется, что надо было просто тихо и скромно их отремонтировать. И никому об этом не объявляют. Без разрезания этих ленточек. Но есть очевидные вещи. Зачем об этом спрашивать? От дорог перейдем к небу давайте. Тоже вот одно из направлений. Оно ведь кажется правильным. Просто вопрос, много ли тех, кто этим пользуется? Я сейчас о самолетах, которые будут летать из Кирова в Казань. Ну вот это последняя новость, которую мы как раз благодаря Петербургскому экономическому форуму услышали. С 1 июля хотят запустить эти рейсы. Кажется, что хорошо, да? Рейсы субсидируемые. Но вот, честно говоря, ведь у нас истории вот с этими субсидируемыми рейсами было очень много. Я помню, год назад или чуть больше, я даже радовалась, что запустили рейсы в Калининград, еще куда-то запускали. Во-первых, это были, ну, не дешевые билеты, все равно не дешевые. Во-вторых, эти истории, они сдувались, ну, там, за полгода, за год. Вот, на ваш взгляд, в этом случае что-то может сработать в случае с Казанью? Я полагаю, что да, конечно. Понимаете, дело-то в чем? Вот прямой выгоды какой-то искать здесь странно. Но это делает любого человека, того же предпринимателя или квалифицированного работника, более мобильным. И поэтому, если я могу, например, не закрывая офис в городе Кирове, открыть обособленное подразделение в Санкт-Петербурге, и при этом мне не составляет труда за два часа, за полтора долететь до Санкт-Петербурга и обратно, это расширяет мою географию. Опять же, растет количество налогов, которые я уплачиваю в бюджет, в том числе и Кировской области. Ну, это на своем примере. Здесь вы, как минимум, можете быть, ну, более-менее уверенным, что в Питере, в Москву самолеты летать продолжат. Но Казань, которая пока что, ну, вот, на мой взгляд, в одном ряду с Калининградом, там, с Калугой, еще с чем-то, перелеты, которые могут взять и закрыться вдруг. Могут. Но это не означает того, что нужно... Не нужно пробовать. Нужно всегда пробовать. Это в бизнесе всегда так. И всегда так работало, и всегда так будет работать. Начинаем, открываем там новое направление, тестируем его. Пошло, не пошло. Если, например, мы видим, что это неэффективно, нецелесообразно, прекращаем. Фиксируем убытки, открываем новое направление. По-другому никак. Только так можно понять, будет востребовано это направление, либо не будет востребовано. Полная тишина, порядок и отсутствие потерь только на кладбище. Там как бы все хорошо, все стабильно. А в бизнесе, а я напомню, что там те же авиакомпании, это все-таки бизнес. Пусть и субсидируется он государством. И кроме всего прочего, ведь социальная направленность, она тоже присутствует. Это же очень хорошо, это прекрасно, когда люди мобильные. Потому что страна у нас огромная, и авиаперевозки, в том числе пассажирские, я полагаю, что это прямо вот на это нужно ставить. Как более современный, более продвинутый способ решения вот этой транспортной проблемы. Я сейчас не призываю, конечно, отменить российские железные дороги и перестать строить автомобильные дороги. Нет, наоборот, это все тоже должно развиваться. И мы, например, видим по стоимости билетов на те же перевозки, авиаперевозки. Там цена динамичная. Она отталкивается от того, какой спрос. А спрос, опять же, ориентируется. Человек, когда смотрит, как ему в ту или иную точку добраться страны, он же смотрит, вот сколько стоит билет жизнедорожный, а сколько авиаперелет. И понятно, вот есть конкуренция, а как вы понимаете, если есть конкуренция, значит, есть и спрос, а если есть спрос, значит, все будут улучшать услуги, делать их более экономически выгодными. Опять же, эти авиакомпании, они уплачивают налоги, дают рабочие места. Ведь у нас вот аэропорт, он работает, люди там трудоустроенные. Его еще и отремонтировать хотят. Супер, замечательно. Опять же, и строители, возможно, даже Кировской области будут этим заниматься. Ну вот я вот сегодня утром, когда писала этот вопрос, пыталась размышлять и искать, где курица, где яйцо. Я о чем? Ну, чтобы сюда летали, чтобы мы летали, мы должны жить богато, да, чтобы сюда летали, ну, нужно на что-то лететь, да, на туристический потенциал, на какие-то крупные предприятия. В то же время, если у нас вообще не будет никаких перелетов, да, то есть опять минус, ну, вообще никто не прилетит. И вот я и размышляла. Ну, то есть, ну, либо тут нет чего-то первичного, оно все одинаково должно развиваться, иначе не будет. На этот философский вопрос никогда еще никто не смог ответить, что в первую очередь. Но пытаться нужно. Если мы прекратим попытки развиваться, ну, результат будет только один. А если мы по пути развития сделаем какие-либо ошибки, ну, ошибки, что же делать? Ошибки случаются. Как в государственном управлении, так и в бизнесе. Да и у любого человека нормального ошибки всегда бывают. Главное собраться с силами, подняться и идти в заданном направлении. Что называется, не можешь идти, ползи. Ну, вообще, вот тут полминутки до рекламы. Как вам кажется, будут эти самолеты до Казани жить? Или полгода им срок? Я думаю, что полгода им срок. Знаете, почему? Почему? Потому что надейся на лучшее, а рассчитывай на худшее. Закон бизнеса. Уйдем на рекламу, и после нее продолжим. Особое мнение на 101FM Да, действительно, программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. А в гостях у нас управляющий партнер международной юридической компании «Кассины» партнера Олег Кассин. Еще раз добрый день. Олег, вот зацепили вы меня, конечно, этой фразой. Я хочу ее дальше развивать. Вы сказали, что полеты из Кирова в Казань, ну, это максимум на полгода. Ну, мы видим, да, что полгода-то будут, скорее всего, да, с начала июля до конца года. Ну, это уже точно. А вот дальше вы считаете, что их может и не быть. Почему? Просто потому, что вот эти полгода уже заложены в бюджеты разных уровней. Ну, да. Это мы видим. Соответственно, это будет субсидироваться, и в любом случае, пусть даже полупустые самолеты, но они полетят. И вот после полугода уже у авиакомпании, у перевозчика будет понимание, выходят они на окупаемость одного полета, либо не выходят. И в вашем понимании они поймут, что они не выходят никуда. Да, а все очень просто, потому что, в принципе, доказания не так уж и далеко от нас. Поэтому добраться быстро можно на автомобиле, на собственном. Потому что, как правило, летят туда, куда достаточно тяжело добраться на железной дороге, а на автомобиле, ну, слишком долго, и это занимает большое количество времени, сил. Все равно есть человеческий фактор. Поэтому всегда будет решать потребитель, этот же человек. Если самолеты действительно не будут наполняться или недостаточно наполняться, то есть же, как бы, экономическая целесообразность в этих полетах. Потом и обслуживание в аэропорту тоже стоит больших достаточно денег. Поэтому если люди вот за эти полгода, скажем так, привыкнут, почувствуют вкус к полетам, я не знаю, наверное, час будем летать, да, примерно, это же так здорово. И по небольшой цене, то люди будут задумываться, например, а почему бы нам не открыть там офис, компанию в той же Казани? Ведь там рынок больше, чем в Кирове и в Кировской области. Вот если это будет пользоваться спросом, то будет здорово. Студенты, я точно знаю, что есть, которые из города Кирова летают, например, в Казань. Если мы будем говорить о студентах, о простых людях, которые хотят съездить в Казань на выходные, можно говорить только о низкой цене в этом случае? Конечно. Вот первые полгода она и будет, потому что она будет субсидироваться. А дальше уже вопрос привычки. Если люди привыкнут, ну, понимаете, не... Слушайте, ну если я сначала буду платить две, а потом с меня попросят восемь, ну нет, никакая привычка тут мне не поможет. А для большинства людей... Бизнесу поможет, а для большинства людей нет. Ну да, конечно, тут спора нет. Действительно, если будут неадекватно большие цены на перелет, ну, конечно, никто не полетит. А бизнес не полетит в первую очередь, потому что у бизнеса есть, ну, как минимум, свой автомобиль, и они могут просто передвигаться по автомобильным дорогам. И если не будет более выгодно летать, они, конечно, будут ездить на собственных автомобилей. Впрочем, как они делают это и сейчас. Ну, в общем, в данном случае альтернатива есть. Безусловно, нужно пробовать, нужно смотреть, щупать рынок. И в любом случае, там, в долгосрочной перспективе, просто всем это выгоднее. Я так считаю. А уже что из этого получится? Ну, слишком много неизвестных нам с вами. Как субсидироваться будет? Кто и на что будет тратить эти субсидии? Сколько субсидий дойдет там? У нас же есть сейчас и дефицит некоторых самолетов. Мы ограничены в покупке новых самолетов. Мы ограничены в покупке запчастей. Может попросту не хватить просто, скажем так, вот этого летного подвижного состава, который будет перевозить граждан. И они сосредоточатся на самых экономически выгодных направлениях, на самых, скажем так, стратегически необходимых с точки зрения там социальной какой-то. Ну, пока это Москва и Питер только, вот мы видим, да? А вообще, вот задумывались вы об этом? Есть какие-то еще направления, на которые нет альтернативы, например, вообще никакой, да? И их было бы интересно открыть. Я считаю, что конкуренция должна быть везде и всегда. Даже если есть альтернатива? Даже если есть альтернатива. Ну, почему должен там один авиаперевозчик, например, перевозить в ту же Москву жителей Кировской области? Наверное, лучше, чтобы была конкуренция, а значит, как минимум будет расти качество предоставляемых услуг, что весьма тоже очень важно. Потому что, например, когда у нас есть безальтернативный, скажем так, авиаперевозчик, то ему уже как выгодно будет возить людей, например, там, в Москву после закрытия метрополитена, так он так и будет продолжать это делать. А жителям это не очень удобно. А если появляется у нас другой альтернативный авиаперевозчик, он по времени скорректирует свое расписание и получит основной пассажиропоток себе, без уменьшения даже стоимости своих услуг. Но, как правило, если мы говорим о конкуренции, то и в том числе снижается стоимость этого же билета конкретного, что очень тоже важно. Еще перейду на другие темы. Ну, вот о политике вообще с вами всегда интересно говорить. Ну, слушайте, какое это затишье. Вот из баталий последнего времени политических это только футбольный матч между депутатами ОЗС и Гордумы. Вот есть у вас такое ощущение? Тоже скучно вам? Мне, знаете, мне скучать некогда. Я пытаюсь выжить и развиваться. Я понимаю, да. А вот что с точки зрения политики, ну, для меня это вот абсолютно понятный процесс. Прошли выборы. Если у нас сейчас просто даже самый уж, скажем так, непродвинутый человек в городе Кирове, наверное, опасается как-то более или менее артикулировать свое, не совсем, может быть, с точки зрения государства, взвешенное мнение, то ведь депутаты законодательного собрания, это те люди, как минимум, подкованные в вопросах административной ответственности за свои слова, уголовной ответственности за свои слова. Так они лучше помолчат, чем в тюрьму сядут. Поэтому они в любом случае подвергаются наиболее жесточайшей, в том числе, самоцензуре. Ну и плюс выборы на всех уровнях пришли, поэтому... Конечно. Можно отдохнуть. И ради чего сейчас подвергать себя риску привлечения к уголовной и административной ответственности, я думаю, что, наверное, все люди грамотные и, в общем-то, понимают, что шаг лево в шаг вправо при высказывании своего мнения будет использовано их политическими конкурентами не совсем благовидным способом. Например, обращением в прокуратуру. С просьбой проверить высказывание депутата такого-то на предмет, ну, например, там, экстремистской деятельности. Поэтому сейчас все захвачены предстоящим юбилеем. Все к нему готовятся, обсуждают. Вот мероприятия хорошие, туалетов мало и много разных, ну, может быть, не может быть, а точно даже полезных советов. Кстати, и на ПМЭФ тоже, на Петербургском международном экономическом форуме тоже речь об этом шла. И был заключен договор с ВДНХ. Там будет выставка. И вообще очень много говорят, у нас всего минута осталась, мне уже показывают, вообще очень много говорят о том, чтобы Киров наконец-то стал кому-то известен, да, вот выставка на ВДНХ, еще что-то. Вы в Питере живете. Когда говорите, что вы из Кирова, люди как реагируют? Люди все спрашивают, так, это откуда? Когда я говорю, вятка, все говорят, а, вятка, да, ну, мы понимаем. Вот как раз у меня есть вопрос о том, приходится ли вам уточнять. Так вот, очень коротко, что нужно, чтобы... А давайте праздновать. Действительно, хорошее мероприятие, замечательное. И я думаю, что этот праздник нужно провести на все сто. А что нам еще остается? Давайте праздновать. Две секунды мы завершаем. Спасибо. Особое мнение на 101FM.